Я бы хотела поговорить о канадских деньгах и показать их, вот, и начать с монет. Канадская валюта – это канадский доллар, он отличается от американского доллара, вот такие у них монеты. Самое маленькое достоинство – это 5 центов, ее еще называют никол, вот, выглядит вот так вот. Вот, что было вначале неудобно – это то, что на канадских монетках нет большой цифры с номиналом, то есть потом это привыкаешь, потому что ты уже ориентируешься по размеру и цвету, но в целом вначале было неудобно. Так, 5 центов, дальше 10 центов – это дайм, выглядит так, 25 центов – квотер, четвертак, выглядит вот так вот. Вот, бывают еще и другие немножко там рисунки. Один доллар – это луни, лун – это вот эта вот уточка, вот, и два доллара – это тюни, вот такие два доллара, самые красивые, с мишкой. Это что касается канадских монет. Вот так вот выглядят канадские банкноты. А наименьшее достоинство – это 5, наибольшее – это 100 канадских долларов. Канадские банкноты сделаны из тонкого пластика, полимера, вот, и на ощупь они такие вот гладкие и тонкие. Вначале очень было непривычно для меня. Вот, и на обратной стороне канадских банкнот изображены разные исторические события из истории Канады, либо же какие-то, вот, например, научные достижения Канады. Курс канадского доллара по отношению к американскому. За один американский доллар вы получите 1,34 доллар канадских, вот, это на мае 2019 года. Курс обычно колеблется, но колеблется он незначительно. Вот, наличные ходят, в принципе, не часто в обороте, а в основном пользуются люди кредитными карточками. Использованию наличных прибегают, если хотят купить что-то небольшое, вот, либо же, если хотят, чтобы эта операция не прошла через банк, чтобы избежать уплаты налогов или что-то в таком роде. Вот эта вот новая купюра, единственная вертикальная среди канадских, она была признана в 2018 году самой красивой купюрой в мире. Вот так вот она выглядит.